Вашуткинские озера, море Ю и Пымвашор – все это названия особо охраняемых природных территорий, которые расположены в Нинецком округе. Места поистине красивые, причем доступны они и туристам, и местным жителям. Все, что нужно, получит разрешение в Центре природопользования и охраны окружающей среды. Сотрудники центра ведут постоянный контроль и мониторинг этих территорий. Рейды проводятся регулярно. В один из них отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. В рейд по особо охраняемым природным территориям сотрудники регионального центра природопользования отправляются ранним утром. Маршрут длинный. За день необходимо проинспектировать несколько ООПТ. Огромное количество территорий в Нинецком округе между собой связаны только воздушными драстами. А потому вертолет – это верный помощник природоохранных структур. Весь высоты полетами на крыло машины хорошо просматривается в большинство особо охраняемых природных территорий. Первая точка в маршруте – памятник природы регионального значения Пымвашор. Его общая площадь – практически 2500 гектаров. Эта особо охраняемая природная территория была создана с целью сохранения и мониторинга за состоянием термальных источников и биологического разнообразия территории. Кстати, первое упоминание о Пымвашоре датируется 1849 годом. Радоновый источник обладает целебными свойствами и не замерзает круглый год. Фермальные урочища Пымвашор – это единственные горячие источники за полярным кругом. Температура воды в этой ванне равна примерно 25 градусам, причем круглогодично. Туризм на территории памятника природы разрешен по согласованию с региональным центром природопользования и охраны окружающей среды. Правда, инфраструктура здесь требует обновления. Тем не менее, источники пользуются популярностью и у жителей Ненецкого округа, и у туристов из других регионов. При посещении особо охраняемой природной территории гостям и жителям города необходимо получить согласование на посещение ОПТ, дабы не нарушать режим. Если граждане не получают согласование на посещение особо охраняемой природной территории, это законодательством и кодексом инвестивной ответственности предусмотрено одместимое наказание. Это по статье 839 нарушение режима особой охраны. Установив информационные аншлаги, инспекторы отправляются на следующую ОПТ в район Вашуткинских озер. Сюда частенько наведываются браконьеры, ведь здесь обитает большое количество рыбы ценных пород. В ходе рейда инспекторы обнаружили сразу несколько незаконных построек. В настоящий момент на особо охраняемой природной территории имеется значительное количество незаконных построек. Данные постройки выявляются стройниками, оформляются материалы и проводятся проверки по данным материалам. А вот нарушителей на территории заказника не обнаружили. Лишь на одной из баз проверяющие встретили коренного жителя этих мест. Олег Сидей на Вашуткинских озерах живет уже 13 лет. Работает на сельскохозяйственный кооператив «Рассвет Севера». Кусты заготавливают. Ненцы приезжают, заказывают, сетки садить им. Их теологи сказали, что можно 60 тонн в год вылавливать и не выловить. То есть очень много рыб получается, да? Здесь очень большой же водораздел. Кстати, оленеводам на особо охраняемых природных территориях разрешается вести традиционную сельскохозяйственную деятельность. В том числе и вылавливать рыбу. Главное – оформить необходимые документы. Что же касается туристов, им необходимо получать согласование на посещение любой ОПТ. Для этого необходимо обратиться в Центр природопользования и охраны окружающей среды. Процедура занимает всего три дня. Что же касается рейда, инспекторы проверили также заказники Марию и Хайпудырский. Мероприятия по охране и мониторингу ООПТ будут продолжаться.